Школьники и студенты вместе собирают роботов. В 26-го Ульяновской школе-интернате больше года работает класс робототехники. Уроки посещают более 100 человек и сегодня ребята уже презентовали свои первые наработки. О них в материале Гульнары Шариповой. Музыкант, бармен, официант – это все роботы. И собрали их школьники 9-10 классов. Есть и пятиклассники. После основных уроков они спешат не во двор, а в класс робототехники. Мы собрали их по инструкции. Там ничего сложного не было. Мы их за 40 минут собрали или нет, плюс-минус приблизителя. И как раз благодаря этим роботам, я думаю, в будущем получится их использовать в быту. Это вполне реально. Отмечают уже те, кто оценивает проекты ребят и те, кто их обучает. С начала работы класса робототехники со школьниками встречаются студенты и педагоги УЛГТУ. На итоговом занятии о перспективах развития робототехники рассказывает декан факультета информационных систем и технологий Кирилл Святов. И что отрадно, у ребят возникло много вопросов. То есть их тема это заинтересовала. Второе, это здорово то, что ребята сами собирают роботов, потому что мы осуществляем консультирование преподавателей данной школы по сборке этих роботов. Вот. И отрадно то, что ребята собрали все сами. Это не какие-то простые комплекты, ну, например, Лего. Нет. Это достаточно сложная конструкция. Это полноценные микроконтроллеры. Это определенные протоколы передачи данных. И с 1 сентября 2023 года мы открыли направление робототехника. Кабинет тоже был отремонтирован в рамках проекта Доброшколы. Этот проект также нам позволил приобрести новейшее современное оборудование. Это и уникальный робототехнический столб, также современные наборы по робототехнике и ноутбуке. Все это позволяет открыть для ребят разные возможности дисциплины, привить интерес к техническим наукам. И как вариант подготовить их к поступлению на факультет информационных систем и технологий. В этом году в ЛГТУ большое количество бюджетных мест. Гульнара Шарипова, Александр Рассохин. Вести Ульяновск.